доброе утро дорогие друзья заехал только что ведерко нам в офис купил вы как увидите какую красоту дедушка сделать дверью и это нужно учитывать что это не просто нужно было установить дверь ее нужно было установить вот в такую кривущую коробку которую ставил предыдущий мексиканец нужно было все подпиливать подделывать и я хочу сказать что очень классно получилось по итогу короче смотрите как у нас заделалась все дедушка и тут дверь всем другое дело осталось эту дверь покрасить потому что она только загрунтована нас и у нас появилась вот такая вот тумба она на законодательном уровне обязана быть у дилера замком закрывающийся урвал вообще за 25 долларов маленький удар чем все открывается закрывается ну то есть типа здесь хранятся здесь хранятся все документы это только как-то папочки чпонька-чпонька так друзья с утреца короче отгоняю альфу накинул просто бампер чтобы он потом как бы смог все выставить сейчас его на скотч все посажу и лампа вроде работе уровень безопасности зашкаливает вот так вот выезжаешь шапа а тут вот полицейские кого-то вяжут вот прям вот у меня возле входа вот мне теперь интересно как мне без глушителя без номеров и без бамперов с погнутой жопой кузовщику вот через через 15 минут ну я хочу вам сказать особо даже и не палится вроде нормально я уже успею на почту съездить обыскивают кого-то обыскивают и тоже кстати без переднего бампера совпадение не думаю поэтому пока решил съездить на почту ну вот так вот на выхлопе начали везем на кузовню полицейских мы проскочили пять минут полет нормальный но ревет вообще просто что дикая кстати на удивление вот у нас по одной фаре ошибка потому что я ее не подключил вот она лежит и багажник не закрыт все ни чеков ничего даже развал ровный ну как бы по-любому после аварии машина нужно на развал но я просто вам говорю что он не ушел то есть для профилактики я ее повезу я все машины везу на развал но тем не менее все он там альфу скинули вызываем такси смотрите девушка покрасил раму и дверь очень очень красиво получилось и цвет такой четкий она прям выделяется на стене мы считаем получилась красота вот так заходишь тут офис у нас кстати сегодня один аукциончик будет видеть через 63 минуты играется mercedes электрик позвонил сказал забирать своего утопленника в общем то жду таксиста я сегодня целый день на такси короче у нас проблема какого не работают тормоза не работает усилитель тормозов придется без электроусилителя как старое доброе короче по заводским технологиям вы проверяете везде все линии до сюда обратно написано дальше едете 20 миль то есть 30 километров проезжайте если не исчезает проблема то замена модуля с брейк бустером у меня это запчасти есть просто так не охота ее меня так ее довольно сложно менять а еще одна альфа поехала в цвете вообще просто офигенном это у них тоже по моему цвет новый в двадцатом году появился конечно да немного жим-жим без усилителя тормозов ехать но еще страшно от ночи мне не нравится когда кто-то вот так вот подстраивается короче друзья у нас ведь уже профессиональная программа так значит посмотрел смотрю как снимать правильно эту штуку линии кондиционера снимать там просто я вам говорю сколько шагов потом с колесом они я не знаю зачем они его делают смот какой-то reinforcement просят снять потом смотрите чтобы отсоединить педаль от брейк бустера вам нужны специальные такие щипцы до чего просто дошли я не знаю как мне придется говорит дедушке давить отверткой с одной стороны я буду давиться я буду давить отверткой с другой стороны потом еще как-то отсоединить здесь вон написано используя специальный инструмент эта вещь у дилера стоит 3165 долларов по времени работы они три с половиной часа но это обученному технику добавляю запчасти добавляю время и вот общая сумма замены с деталью 3515 мы же с вами сделаем это этими ручками и запчастями которые у нас есть у меня три таких модуля я конечно еще попробую на ней покататься туда-сюда по инспекциям но мне кажется ничего не пропадет мне кажется нужно будет меня висит висит делу я уже все перепроверил и датчики скорости все что угодно реально мне кажется вот эта вот вещь можно нужно снимать все вот эти вот пластики и вон он там сидит короче нам до трех часов дня нужно успеть поменять вот тут вещь ее очень сложно снимать особенно от педали тормоза отключать но тем не менее я взял три таких у меня есть три таких с дома чтобы если у них есть разные номера хотя выглядят они все идентичны чтобы вот именно то самое было поэтому я взял все что у меня есть и от 17 и от 18 и от 19 года и поставим туда кстати одна из них с машины на который пробег 600 миль на этой машине пробег 2000 так что мы мы можем даже на бея запчасть поставим у нас смотрите уже как специализированный сервис заводские инструкции это я подписку на программу купил об мы смотрим находим ее так тут это отсоединение вот это отсоединяем начнула вот эту трубку отсоединяем короче план под угрозой срыва я все сделал буквально за час но наступила проблема там чтобы снять педаль нужны как специальные щипцы у них прям есть название инструмента специальный инструмент какой-то такой-то его нигде не продают его нигде нету вот я единственное если нашел на алиэкспрессе так сняли старый взяли новый и все идентичное у них но мы сломали сломали потому что снова таки точно нет заводского инструмента вот эту вот клипсу как бы клеить не вариант я сейчас домой еду полчаса полчаса обратно мы сегодняшнюю верификацию записано на три на три часа блин уже 11 киду домой у меня должны быть такие вещи ой был бы дилер под рукой поехал бы взял новую но ближайший дилер два часа и снова таки они мне там скажут предзаказ три недели потому что я не думаю что каждый день кто-то меняет вот тормозной тормозной цилиндр с тормозной педалью так значит домашний склад посетили едем на основной так смотрите новая вещь вставляется потом это все подключится я думаю я вот это даже накладку накидывать не буду просто подключу все трубки прокачают тормоза потому что уже час дня нам на 3 на часах 6 вечера я нихрена день пошел по одному месту я ничего не сделано вин верификацию не съездил теперь еще мне нужна тормозная трубка а этой тормозной трубками скорее всего нету поэтому нужно будет звонить соседу который разбирает у себя во дворе альфу говорить у тебя есть ли доброе утро дорогие друзья на часах 8 утра в общем то как вы помните когда позавчера дал нашу белую подбитую в зад на кузовню где он буквально верхнюю кромку должен был красивенько все сделать подтянуть прошел день звонит он мне вчера говорит ну ближе к 7 вечера можешь забирать у девушки сегодня свои записи он полдня будет ездить по делам я еду сразу на работу так вот и договорились мы с ним что плюс минус в 9 утра я у него ее забирают по сути он реально совсем справился за полтора дня так что едем забираем оцениваем результат значит параллельно из сегодняшних задач добить добить вот эту вот вещь это уже новая корея на меня добьет но нам нужен тормозной шланг на переднее левое колесо хорошо хоть не на заднее то есть на переднее левое трубочка небольшая я у соседа спросил по запчастям он говорит должна быть и сегодня позвонил драйвер в час дня приедет машина моей мечты я просто не верю что я купил эту машину и я сам себе сказал что я ее не куплю потому что не хочу замораживать деньги плюс я бы что она мне настолько сильно понравится что я решу ее оставить завелась ракета без глушителя без всего а если честно вот за полтора дня сделал просто пушка не приходят машины не битые в зад у альф это проблема крышка багажника когда закрываешь буквально на миллиметрик буквально на миллиметрик фонари которые на багажнике чуть чуть выше чем которые на четвертях и потом приходится все это исправлять за заводом чтобы понимали вывел все в идеал деньги отработал на все 100 я вам покажу как я вам и говорил довольно быстрый проект то есть сколько она она в гараж пришла сколько полторы недели назад все у нас все готово заскочил домой тормозную трубку взять реально реально смотрите как багажник закрылся идеально мучаются вчерашние вот эти трубки чтобы понимали мы всей командой здесь вчера день и сегодня уже час дня вот буквально две трубочки насадили чтобы понимали они под специфическим углом такая тонкая резьба если что-то идет не так вот я уже на этом узнал сами трубки с металлической резьбой а именно вся вот эта система с алюминиевой чуть-чуть не так пошло чуть-чуть не то все стружка алюминий новый блок поэтому получается у нас один утопленный один слизанный и вот это уже третий и каждая эта штука не дешевая просто мне повезло что у меня разборка у меня таких вот хоть чем знаете сами знаете чем жуй и так это победа трубочки мы победили я и очень доволен этим осталось педаль прикрепить и все остальное чем дальше тем интереснее машина теперь машина теперь с ручника не встает смотрите нажимаю ничего короче сейчас будем имитировать что мы дилер вообще к 2020 умеет подключаться только дилер но мы то не пальцем деланы 12 ошибок по тормозам вообще нормально ну мы все отключали туда-сюда это понятное дело у него будет такое я у мамы программист я только что я только что его подшил идея мы сейчас должны выехать на тест-драйв все ошибки в ходе эксперимента должны исчезнуть сенсор поворота руля у нас обнулен не работает раз в одну сторону два это все еще придется калибровать о все заработал уровень откалибровали поворота руля и тормоза прокачали на уровне и sc осталось только так отлично отлично осталась одна ошибка тормозам горит и sc появилась она дальше нам хочет сказать seeing angle сенсор к миссим калибрейшен нам обещали контент с модулой а потом герметиком замазали да да какой тут герметиком просто пробили батарею все так говорят это будет быстрее заряжаться так ты вон туда как будто бы нашло где-то утечку я не знаю это мнимая утечка или нет это это неплохо но они не должны так работать минут погасни просто брейки все и машина готова я с самого утра жду одну машинку я уже не дождусь мне уже вообще не до этого этим я займусь завтра брака 60 километров в час едем так но я как бы четко все закрутил я думаю датчик объема жидкости шалит поэтому мы попробуем сейчас откачать потому что вот максимум а мы закачали много короче знаете чё человек горит бак показывает полный у нас не работает сенсор на бак надо будет посмотреть то есть я не знаю полный бак не полный пустой все на подъезде три минуты едет ко мне машина мечты альфа-ромео джулия квадрифолия я вам говорю я бы я об этой я об этой машине мечтал я не собирался в ближайшее время купить если бы небольшое количество стечения обстоятельств реально о да красотка 2 тысячи долларов Висит просто, прикинь. Это радар. Просто двушку сэкономили. Смотри, радиатор. Она целая. Ну? Оу, вот это звук. Фух, вот и она. Я уже успел три прикуривателя, одну стационарную батарею, что я только не успел. И все, она заводится. Капец, я еду на машине мечты. Квадрифолия, с карбоном совсем. Вот сзади бампер валяется. Режим рейс присутствует. Адаптивная подвеска присутствует. Чего еще можно хотеть? Она даже едет майородненькая. Пахнет маслом. Надо ее на подъемник и глушить моментально. Смотрите, как обычно, сюрпризы на алькантаровой сидушке. Смотрите, вот так вот это все выглядит. Короче, чтобы вы понимали, этот спойлер сам по себе я не знаю, можно ли будет его что-то сделать, попросить как-то его восстановить. Но сам только спойлер. У дилера 4000 стоит за вот эту фигнюшку. Нам конкретно повезло с тем, что есть спойлер. Его, возможно, можно сделать. Вот эта вот вещь, радар отдельно 2000. Я все у дилера узнавал. И смотрите, если нам нужно будет фары, у нас все блоки оригинальные, все от нее. Смотрите, ее вот прям ювелирно вырвало. Все парктроники, все есть. Конечно, да, удар вроде и небольшой, и вроде и не маленький. Вот это вот все я уже у дилера все заказал. Будем восстанавливать в идеал. Так, с одним мы разобрались. Я очень-очень счастлив, рад, что не стучит двигатель. Это вообще, конечно, классно. Это, конечно, вообще классно. Вот эти пластики. Вы не понимаете, сколько это все на нее стоит? То есть вот это, вот это. Она тяжелая, увесистая такая, но она есть. Короче, друзья, я вот так вот по-быстренькому за час ее раскидал. Что мы видим? Подрамник, все целое. Понизу удара не было. Это вот то, чего я боялся больше всего. Самое вот здесь дорогое, опасное и страшное, это мотор. Мотор, если что-то не так, если что-то не туда, все, хана, потому что это, это мотор. Многие не понимают, почему говорят, что это мотор от Феррари. Это реально мотор от Феррари. Вы, наверное, многие знаете Феррари Калифорния, но вы спросите и скажете мне, так Феррари Калифорния же 8-цилиндровая. Это чудо 6-цилиндровая. Так вот, я вам скажу так. Феррари Калифорния, если мне не изменяет память, старое предыдущее поколение атмосферное, 8-цилиндровое. Последнее поколение, по-моему, 8-цилиндровое турбированное, вроде как. Так вот, они взяли все от Феррари, отрезали два цилиндра, оставили все-все с таким же остальным. Все еще двигатель произведен в Феррари и производится в Феррари. Поставили 6 цилиндров, чтобы он входил как бы, чтобы он был похож на класс М3, М4, там, С63 АМГ. И поставили сюда две турбины. И, соответственно, вот так вот получилось, что она быстрее М3, М4, быстрее С63, 510 сил. Классная реализация, вся полностью карбоновая. Классная машина, короче. Память, пьяный пьяный, пьяный дождь пробирает дош. Ты же в эти небеса больше не придешь. Неозознанный туман Полит, как огонь Пьяный, гордый парень Потерял любовь Она приходит без сна И кому не говорит, о чем мечтает В деньги слова Абсолютной роли не играет С головы волна Мягко кайфом тела обнимает Твой дурак, дурак Ты ничего не понимаешь Под огромным зимним ливнем Где остались мы с тобой Как же рано ваши дети Улетаются Любовь нас слишком Много этой жизни Чтобы знать полетам цен Но работать тут, конечно, должен сказать сложно Как бы до коленвала добраться За вот этим всем, если вдруг нужно Как и, например, утопленников я воротком прокручу Как? Из хорошего и не очень Этот лонжерон целый Этот не повело особо Повело основание Немного его в обратную сторону Из немного грустного Это то, что, видите, вот здесь вот надо со всем вот этим поиграться И здесь вот небольшая волна получилась Но снова-таки ничего конкретного Чтоб что-то резать, приваривать, нет Это вот чуть-чуть поставить на стапель Короче, я больше доволен, чем недоволен И завтра предстоит еще больше Нам завтра одна клиентская машина приходит В прошлой неделе работы как будто бы не было Эта неделя это капец У нас мерс, у нас утопленник У нас белую доделать У нас завтра приезжает проект У нас этот приезжает проект Мне в Сан-Франциско за запчастями нужно съездить Кстати, кстати, вот это настоящий карбон Просто покрытый сверху Смотрится, конечно, бомба У нас здесь, значит, алькантаровые сидушки У нас здесь адаптивный круиз У нас здесь Харман Кардон У нас вот карбоновое все Карбоновая торпеда У нас здесь натуральная кожа здесь Натуральная кожа здесь Смотрите, что эта кнопочка делает Она сейчас, наверное, не заработает Режим Days отключает стабилизацию И включает полное валилово Я, конечно, в Альфах сейчас ног до головы Одна, вторая, третья, четвертая стоит